Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом Европейский. Всё лучшее в одном месте». Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдёте эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Всё лучшее в одном месте. Воровского, 43. Особое мнение на 101.ФМ Особое мнение на 101.0. Всё верно. Меня зовут Оксана Ковтуненко. И сегодня традиционно после очередного заседания нашего законодательного собрания мы с Дмитрием Михайловичем Русских собственно подводим его, так скажем, в неформальные итоги. Верно же? Да, добрый день всем слушателям в очередной раз. На своём рабочем месте, Дмитрий Михайлович. Мне уже записали это рабочее место. Я готов обсудить те вопросы, которые возникли по ЗАГС Собранию и вообще всё, что произошло за последние две недели в нашей области, в нашем городе. Тем более, судя по всем СМИ и федеральным, и региональным, у нас очень весело. У нас очень весело, да. Чувствуется начало весны, и что ждёт впереди, никто ничего не знает. Вот вам, как человек, который живёт в Киевской области, они видят это со стороны, весело здесь или нет? Ну, в цирке, не в цирке мы находимся. Ну, то, что тут весело, это факт. Только от этого веселья никому большой радости нет. Не улыбаемся. Да, не улыбаемся. По одной простой причине, как я считаю, мы вот больше чем-то вот занимаемся тем, чем, в общем-то, наверное, нужно было заниматься давно, а все эти годы заниматься больше экономикой и развития социально-экономической ситуации в Кировской области и в городе Кирове. Сегодня мы говорим «ух ты, ах ты, все мы космонавты», и всё, что происходит, нас забавляет, может быть, даже где-то кого-то и радует, но при всём при этом это никак не влияет на территорию, к сожалению. Но начать всё-таки хочу с вопроса по политической обстановке. Вот последнее заседание, не знаю, оно, наверное, было одной из самых ожидаемых в этом созыве парламента. Были весьма ожидаемые, когда, условно говоря, мы выбирали председателя законодательного собрания, когда вообще смотрели, как формируется наш парламент, и на это тоже возлагали большие надежды, как непосредственно по законопроектам, которые могли бы увидеть свет, так и по решениям политическим. Вот хочу спросить, начать с ситуации по недоверию губернатора. Расскажите, как человек изнутри, вот атмосфера между депутатами была напряжённой перед пленаркой, или за ту неделю, когда все происходили вот эти события, связанные с инициативой выражения недоверия, в кулуарах всё стихло? Потому что, собственно, на самом пленарном заседании этому вопросу не уделили, как я считаю, это моё личное мнение, должного внимания. Я объяснил почему. Вы очень подробно обсуждали эту тему буквально на той фазе, когда она только начиналась, когда было выступление с бунтовавших, с их бояр, как я назвал, то, в принципе, за две этой недели, как мы и предполагали, всё это как-то начало утихать, начало успокаиваться. Но какой-то там страха или какой-то напуганности среди депутатов я не видел, кроме как, наверное, такого формата неизвестности. По причине того, что надо откровенно говорить и честно, что как бы законодательное собрание Кировской области, как мне кажется, при сегодняшней системе вообще федеральной власти, решать проблему губернатора не может как таковой. Ну, нам это и дали понять сверху. Да, дали нам понять, потому что, с чего греха таить, у нас даже председателя ЗАГС Собрания-то выбрать депутаты не могли, потому что, когда было у нас голосование за председателя ЗАГС Собрания, у оппозиционных партий был свой кандидат, у Единой России, в принципе, тоже был свой кандидат, но это был не тот кандидат, который сегодня... Которого они хотели. Да, которого они хотели. То когда мы чётко поняли, что Единая Россия даже большинством не может выбрать того председателя, которого она хочет, то тут о чём говорить-то вообще? У меня есть вообще ощущение, что делёжка вот этих портфелей, скажем так, ну, в некоторой степени продолжается до сих пор. По несогласованности тех решений, ну, мы позже и по законопроектам сейчас с вами поговорим. А ещё хочу спросить, вот меня очень терзают вопросы по этой ситуации непосредственно с подписями, которые под инициативой выражения доверия депутаты ставили. Цитирую, вятский наблюдатель, депутат Единоросс Вячеслав Егдаров заявил, что был введён в заблуждение и не собирался инициировать отзыв губернатора. То есть свою подпись он ставил совсем не под инициативой созыва внеочередного заседания и выражения доверия губернатору. Так вот, на пленарке, как я понимаю, вопрос такого недобросовестного сбора подписей, если так можно выразиться, даже не стоял, его не поднимали. Так ведь? Вопрос такой не стоял. Я уверен, что господин Егдаров лукавит, потому что, насколько я знаю, когда собирались подписи, там было чётко всё прописано. Единственный повод для сбора внеочередного, там было по-русски написано, если он читал, может, правда, он не читал. Если он просто не читал и поставил подпись, это его одна проблема. Если он прочитал и не понял, это уже другая проблема. Мы же с вами тоже говорили о тех депутатах, которые вообще не представляли, о чём их просят, что-то о развитии агропромышленного комплекса, кому-то говорили, вот нужно подписаться. При всём при этом, как бы, повестка-то, она чётко была прописана. Мне очередное, единственным вопросом недоверия губернатора. То сегодня там влево-вправо гулять, и точно так же, как и говорит господин Ивонин, что сначала подписал, потом не подписал, и потом ушёл на больничный. Это говорит о том, что какой-то чёткой позиции и чётких шагов их не видно. И у нас так всегда проходит. У нас в первом чтении какой-то закон принимает единогласно, а во втором его точно так же практически единогласно партия «Единая Россия» не поддерживает. Идите, объясните, почему так произошло. Хотя, в общем-то, от первого до второго ничего не поменялось. Какие-то постоянно подводные течения, какие-то переговоры, какие-то разговоры. То тут точно такая же ситуация. При всём при этом, насколько я знаю, на самом деле, где-то 5-6-7 депутатов отозвали свои подписи. Перед пленарным заседанием, не знаю зачем, нам было разложено всем депутатам, вот я принёс, это подписи, собранные со всех глав муниципальных образований, значит, в поддержку уже губернатора, где было написано, что мы заявляем о своём доверии главе региона и готовности продолжать совместную работу, направленную на улучшение качества жизни на Вятском крае. Ой, а это откуда? Ну, это уже, наверное, видимо, с другой стороны. Подписано 45 главами муниципальных образований. Фактически все главы района, в том числе город Киров, подписались под этим воззванием. Это, видимо, противовес тем подписям, которые собрали депутаты ЗАГС. Ну, либо, возможно, это был некий вариант прикрытия, если вдруг что-то запланировано. Ну да, как бы на 19 подписей депутатов ЗАГС ложится 45 подписей глав муниципальных образований, которые совершенно противоположны думать. Это перевес. Да, ну, я думаю, что тут вес или недовес, или перевес очень сложно определить. Но, на самом деле, я считаю, что это вообще вся ситуация, она похожа на театр. Значит, там не один... Я так понимаю, ещё один акт всего этого спектакля был в пункте разное, в повестской заседании. В пункте разное было, но выступления получились, честно говоря, не совсем для меня понятные, кто что хотел. Там выступление Сергея Павлиныча, оно там понятное, оно фактически отразило его выступление в Государственной Думе. Значит, Валерий Васильевич, он попросил 17 минут, выступал 2,5 минуты и потом ушёл. Я, честно говоря, не понял вообще, про что он говорил. Значит, то вот этот театр, он как бы напоминает какую-то не совсем для меня понятную вообще ситуацию. Вообще, что у нас происходит в стране, почему у нас нет федеральной власти, почему у нас кто хочет, тот так и пляшет. Вот. И это всё показано в таком варианте, не в самом лучшем, который фактически дискредитирует власть как таковую. При всём при этом мы чётко понимали, я уже сказал, если мы не можем выбрать сами председателя ЗАГС Собрания, то это точно нам никто не даст снимать или ставить губернатора. Это был бы прецедент совершенно непонятный для федеральной власти по причине того, что у нас в большинстве регионов сегодня приезжие губернаторы, и у них у всех существуют какие-то напряжённые отношения с местными элитами. То вот вам пример. Элиты собрались, договорились с депутатами ЗАГС Собрания, выразили недоверие губернатору, и федеральная власть убирает губернатора. Ну, с другой стороны, я думаю, что никому это не дано. У нас один человек сегодня в стране может принимать такие решения. Это президент, он всем известный. Я почему спросила, потому что в последнее время меня не то, чтобы беспокоить, скорее всего, просто я беру во внимание то, что происходит в нашем заразбушевавшемся принтере запретов, как сейчас называют, в том числе в интернете, нашу Государственную Думу. Там чуть ли не ежедневно, я смотрю по ленту федеральных новостей, поднимают вопрос о лишении мандатов разных депутатов. Ну да, в этом составе это особенно видно, и по различным поводам, по различным фракциям, по различным депутатам. Но, тем не менее, как мне кажется, это попытка именно использования площадки для дискуссии, что есть в некоторой степени любой парламент любого уровня, для того, чтобы такие вопросы коллегиально решать и обсуждать. А здесь, на нашем пленарном заседании, этому вопросу, хотя это серьезное, на самом деле, серьезное было предложение, это выражение недоверия и так далее. И, собственно, поведение депутатов коллеги не оценили. Или все-таки вопрос такой стоял, допустим, на комиссии по регламенту и депутатской этике, или где-то там. А вопрос какой? Ну, почему вот они так поступили, собирали подписи? Мне кажется, недобросовенно все-таки это было. Оксан, как бы у каждого депутата есть своя точка зрения. Каждый депутат вправе подставить подписи или ее не поставить. Значит, мы эту тему обсуждали. И часть депутатов, моих коллег, посчитала, что это необходимо. Внеочередное заседание и с таким-то вопросом. Они поставили свои подписи. И, насколько я понимаю, что большинство депутатов остались в своей позиции. Это в пределах 15-16 человек. Понятно, что им при отзыве 7-8 депутатов не хватает для проведения неочередного. Но они на своих позициях оставили и обратно свои подписи не отзывали. По вопросу он как бы остался за подписью 15-16 человек. Я точно сказать не могу, потому что документы этого не видел. И так как уже времени прошло уже практически полмесяца, плюс прошло пленарное заседание, ближайшее будет через месяц, то, наверное, уже до следующего пленарного заседания этот вопрос фактически не дойдет. Я думаю, что все равно какое-то будет приземление. Потому что уже все смешалось в доме обломов. Это про нас. Давайте тогда все тоже поговорили, поговорили, поговорили. А теперь к делу перейдем. Какое дело? К законопроекту мы перейдем. В первую очередь... Я тебе вот еще в дополнение. Мне кажется, было бы правильно обсуждать вопрос работы правительства Кировской области, значит, в лице там всех замов и председателей. И ставить вопрос какого-то там недоверия или доверия именно по отношению к правительству. Это было бы больше понятно и лаконично по отношению к уровню и к полномочиям ЗАГСа Братья. Ну и в том числе там по взаимодействию с полномочиями. Да, да, да. При всем при этом мы... Вот все, что я слышу там, да, об этом мы уже говорили давно. Начались все проблемы с госгарантиями, со всякими нарушениями. Буквально еще в 2010 году, в 2011. Это были и мои в том числе выступления. И тут ничего нового-то нет. Просто почему-то это все оживилось и обострилось именно в январе 2013 года. Хотя при всем, что сейчас говорят, все-все знают. И СМИ все писали. Ничего нового-то вообще я не увидел. Я не увидел новых случаев, которые на самом деле меня бы там поразили. Ух ты, еще и это? Нет, ух ты, ничего этого уже нет. Уже все понятно, все ясно. Это и Кировавия, и госгарантии, и все. Там целый букет. На самом деле давайте обсуждать. Я уверен, и так считают большинство коллег моих в ЗАГС Собрании, что правительство Кировской области и ЗАМы работают очень некачественно, очень невзвешенно. У меня к ним очень много претензий. Но при всем при этом мы можем с ними это дело обсуждать. Я еще раз пишу... Вы обсуждаете, вот вы как депутат? Я пытаюсь с ними обсуждать, но стена все-таки возникает. Мы все равно находимся на двух разных берегов одной реки. Они не слышат нас, мы не слышим их. Вот это есть, да, проблема. Я еще раз говорю, что я готов обсуждать отставку правительства и ЗАМов. Потому что я вижу, что сегодня работа как депутату и как жителю Кировской области в большинстве направлений мне не нравится. Она не удовлетворяет меня. И эти постоянные коррупционные скандалы и проблемы, они уже на самом деле уже изнутри нас съедать начинают. Но при этом мы должны четко понимать, снятие губернатора никогда не будет полномочиями законодательно собрать. Мы можем выразить это недоверие, но ничего не произойдет. И никому это не дадут. Это будет решение одного человека. Инициативу никому не отдадут. Мимо, насколько я понимаю, прошла на этом пленарном задании ваша инициатива, ну, как мне лично кажется, правильной и очень даже конструктивной, выразить мнение кировских депутатов, общее мнение по поводу принятия поправки по запрету усыновления детей. Ты уже в нашем эфире частично в день, когда было пленарное заседание, об этом говорили. Но, тем не менее, еще хотелось бы подробнее. Мы много с вами об этом говорили в наших эфирах. Оксана, вот проблема была, и я хотел в рамках Кировской области, и именно проблем Кировской области, обсудить ее с депутатами. Значит, и подготовил обращение в Государственную Думу, как бы фактически ставя акцент на тех официальных документов, которые получил с департамента образования Кировской области. Я непосредственно общался с директорами детских домов, со специалистами, которые работают. И у всех есть четкое понимание ситуации. В том, что, наверное, сегодня это мера запрета преждевременно, по причине того, что очень, ну, не очень много, а 90% детей, это больных детей. К сожалению, сегодня в Кировской области и в России эти дети не востребованы россиянами. И сегодня лишать детей единственного шанса обрести семью даже за границей, ну, мне кажется, что это не по-человечески. При всем при этом я предложил депутатам все-таки просто эту тему обсудить. Они даже не захотели, ну, не все, конечно, вот есть голосование, 22 человека депутата захотели обсуждать, 20 были против, понятно, что в основном партия Единая Россия, и 3 человека воздержавшиеся. Они даже не захотели на пленарном заседании обсудить проблему конкретно детей-сирот в Кировской области. Как вы думаете, почему? Ну, я считаю, что это политический вопрос, эта тема запретная. Хотя я предлагал депутатам все-таки уйти от политики и перейти в цифры. А цифры, они следующие, я вот буквально вам официальный запрос, буквально две минуты. В Кировской области у нас 18 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Значит, количество их сегодня находящееся у нас живущих 1625 человек. Это именно нездоровые, как мы говорим, да? Ну, там 90%, вот тут такие данные есть. За последние три года в Кировской области иностранными гражданами установлено 286 детей за три года. В США уехало 56. При этом, что скрывать, на 90% это больные дети. В лучшем случае это дети с третьей группой. А в основном это хронические патологии, отягощающие наследственностью. То, в общем-то, как правило, в большинстве случаев эти пока дети в нашей стране родители не находят. Ну, вы прекрасно понимаете нашу систему здравоохранения, вы понимаете средний уровень доходов и все прочее. То показатели, что вывезли на в основном за три года 286 детей наших больных за территорию Российской Федерации, где они хотя бы имеют шанс жить полноценной жизнью, приобрести семью и все прочее. Ну, это понятно. Это, как касается наших детей. То я хотел обсудить с депутатами, что они предлагают взамен. Я спросил в зале, скажите, кто готов взять хотя бы одного ребенка? Молчание. Я честно говорю. Как и в Госдуме. Да, я честно сказал, что я об этом вопросе думал. Но я сегодня как бы не готов морально ответственность на себя брать. Я признался честно, что я не готов. Но при этом я и не готов запрещать другим, даже иностранным гражданам, забирать наших детей. Больных при том, что... Может быть, они, я предполагаю, может быть, не захотели обсуждать депутаты, как вы уже сказали, большинство, которые проголосовали против Единая Россия? Потому что сейчас активно вроде бы как развивается проект «Россия важен каждый ребенок», который подхватил Единая Россия. Ну, там есть две вещи. Как бы ничего не мешало заниматься до этого Единая Россия этим проектом. Во-вторых, в чем заключается проект? Насколько я понимаю и читаю, значит, что особо большое внимание уделить детским домам-сиротам, купить еще один телевизор, еще один телефон, закидать, чуть дать больше денег. Хотя на самом деле сегодня, что греха таить? Сегодня как раз в плане материальном и техническом за последние 3-5 лет, в том числе и в Кировской области, сделаны большие шаги. На самом деле как-то уже все более-менее в материальном благе есть. Но вот вы общались с руководителем детских домов. Что они говорят? Ну, они что говорят? Что им надо условно говорить? Они говорят одно, что понятно, что сегодня ситуация такая, что почему-то иностранные граждане больше берут больных детей и увозят, и они там обретают семьи. Мне кажется, там есть какая-то традиция на уровне менталитета. Традиция есть. Не знаю почему. Может быть, сегодня они морально, материально больше готовы, чем наши российские граждане. При всем при этом я спросил, а у вас есть контакты за последние 20 лет? Как бы вы поддерживаете? Они говорят, что да, и через департамент образования, через специалистов, через декторов. Постоянная связь есть. Ни жалоб, ни каких-то нарушений, ничего нет. В общем-то, мы, насколько можем, мы контакты поддерживаем. При всем при этом, что греха таить. Эти же детские дома говорят, что у них сегодня очень высокий рост возврата детей российскими гражданами. Вот взяли, допустим, в 7-8 лет, им в 12-13 начинается первый этап, их массово сдают обратно. И понятно, что ребенок совершенно в другом находится формате. Он пожил в семье, сейчас его обратно сдали в интернат, но он же не игрушка. Он же на весь мир становится озлобленным. Ну, что греха таить, если мы сегодня, кстати, по России, если брать, да, у нас в Татарстане и на Северном Кавказе этих проблем нет, у них детских домов даже нет. Да, там другой подход. У нас, к сожалению, пока такой подход. И пока у нас, к сожалению, такой подход, давайте не будем запрещать любым гражданам помогать нашим детям. Дмитрий Михайлович, тем не менее, мне кажется, вы не можете... Вопрос политический, Оксана, я думаю, что большинство там... Но вы не можете ведь не согласиться с тем, что все-таки сейчас проблема усыновления, которая так остро поставлена, заниматься нужно. И мы обратно уже к тому, чтобы отменить эту поправку или что-то вернуть, я думаю, вряд ли это идем. Ей надо заниматься, но как государство сможет смотивировать и уговорить в основном людей наших в этом участвовать, я, честно говоря, пока найти не могу понимания. У нас вот тут много всего показывают, но, мне кажется, дать больше денег – это не решение проблемы. Семья деньги не заменит. И тут как бы по системе получается ни себе, ни людям. Хорошо, даже если они эту тему как бы поднимут, они ее там сделают супер-випер, но все равно потребуется год, два, три, четыре, пять. Ну, сразу массово ничего не пойдет. Я говорю, что в нашей области только 1625 детей-сирот. И мы все прекрасно понимаем, когда им наступает 18 лет и должны куда-то переводить. Куда больных детей будут переводить? Тоже мы все знаем. И что с ними будет, тоже все знаем. Ну, тогда получается какое-то двойное чувство. И как раз обращение-то было именно к тому, что почему все думают, что депутаты Государственной Думы не могут в чем-то ошибаться. Да могут, они такие же люди. Они часто ошибаются. Куда не посмотришь, везде ошибки. И при составлении декларации ошибки про дома забыли, про детей забыли, что за границей учатся. Давайте тогда еще к повестке заседания законодательного собрания. Какие еще, на ваш взгляд, интересные законы прошли, либо не прошли? Знаете, вот много всего, что интересно, много всего касается жизни наших людей. Ну, вот то, что у нас присутствуют двойные стандарты, это факт стопроцентный. Вот было как раз предложение о государственных должностях в Хировской области. Предлагало всех тех людей, которые работали у нас на руководящих должностях до 2007 года, приравнять тем, кто вышел на пенсию после 2007 года. Ну, значит, смысл какой? Как сложно, но, видимо, интересно. Ну, смысл в чем? Значит, у нас есть закон, который принят тоже большинством законодательного собрания. Те люди, которые выходят на пенсию с государственных служб, таких руководящих, в народе называют их высокими чиновниками, значит, они, кто вышел с 2007 года, имеют определенную форму расчета по своей пенсии. Она фактически сегодня составляет от выслуги лет... Ну, даже там закон есть такой. Да, закон есть, значит, от 55 до 75 процентов от их окладов, которые они работали. Средних окладов. Да, значит, к нам в законодательное собрание обратились те люди, которые работали до 2007 года и вышли до 2007 года на пенсии, и они не пользуются этой... У них то есть меньше там, да? Меньше, да, они не подходят. Их оказалось... Они хотят больше. 19 человек, они хотят больше. Значит, в общем-то, есть какая-то определенная несправедливость, да. Но при всем при этом, моя основная аргументация была в следующем. По-любому эти 19 человек требуют финансовых вливаний. Значит, когда вопрос, мы задали, сколько человек и какая сумма, потому что в рассылке этого не было, видимо, стеснялись. Значит, оказалось, что их 19 человек пока сумма составляет от 3,5 миллионов до 6, нам сказали, в таком развязке, да. Значит, я сказал, что... На 19 человек? Да, на 19 человек в год. Ну, это их пенсия, да? Это увеличение их пенсии составит в таком-то вот формате. Примерно на 19 человек в год надо... Ну, я посчитал для себя 4,5 миллиона. Значит, у меня был вопрос очень простой. Значит, ровно... Сколько? Два месяца назад. Вы помните скандал по поводу отмены законов по инвалидам и по заслуженным? Да, и по заслуженным. Когда все деньги отдали на сельское хозяйство, потому что... На них требовалось, по-моему, 2 миллиона. Так, значит, на заслуженных там учителей, это сельхозработников, это заслуженных тренеров, их у нас в области 365 человек требовало 4,5 миллиона. Примерно та же самая сумма. Значит, для 96 тысяч инвалидов, которые с 2007 года ждут все-таки, чтобы мы их уравняли в правах, независимо от того, где он живет, в приватизированном жиле или в муниципальном, значит, сумма где-то была нужна в пределах 75 миллионов. Значит, на 96 тысяч. Значит, на что нам Единая Россия тогда заявила, что... Им нужно 300 миллионов на развитие... Сельского хозяйства в том, что очень плохо все с деньгами, и на инвалидов и на заслуженных денег нет вообще. Хотя в бюджете Кировской области эти деньги стояли. И они своим большинством перенесли выплаты не с 2013 года на 2014, как бы до лучших времен. Мне еще так не терпится просто задать вопрос по этим 19 людям, которым нужна больше пенсии. Так он прошел? Да. Так он прошел, конечно. Значит, что происходит дальше? Когда они выходят с предложением, и сумма 4,5 миллиона на 19 человека, а у нас 4,5 было на 365 заслуженных, я задаю вопрос. А денег же нет? А денег же нет, ребят. У нас очередь стоит. Инвалиды, заслуженные. Давайте этих 19 человек поставим третьими в очереди, и пускай они ждут лучших времен. Денег-то ведь нет. Для всех должны, тем более я там честно сказал, что, судя по списку этих 19 человек, не самые бедные люди. Ну я тоже так предполагаю. У них пенсии и так уже нормальные. Будьте уверены. Значит, при всем при этом мне говорят, что мы ошибаемся. Значит, и есть люди в этом списке, которые сегодня получают очень небольшую пенсию. Они сказали сколько? Никто не сказал. Значит, я говорю, ну хорошо, вы можете мне сказать тогда, почему там моя мама, которая отработала 40 лет, получает пенсию 6800 рублей, 40 лет стажа. Вы хотите сказать, что она плохо работала, а те люди там создали нам такую суперэкономику, что ли? Я говорю, ну это некорректно по отношению там к другим гражданам нашей территории. Ну, дискутировать никто не стал со мной. Закон прошел. Просто взяли и проголосовали. При этом проголосовали за то, чтобы этот закон заработал. Честно, я в шоке. Вот вам двойные стандарты. На кого-то есть деньги, на кого-то денег нет. И все определяет одна партия. Вот самое, что печально, по каким поводам, я не знаю. Я, когда в разном выступал, я сказал такую фразу им, что интересная ситуация. С коррупцией вы бороться не хотите, потому что закон по ГКЧП, так и они не приняли во втором чтении, который ограничивал как раз коррупционную составляющую. Вы с коррупцией бороться не хотите или не можете. Значит, детей, сирот вы обсуждать не хотите, вам это тоже не надо. Значит, третье. На инвалидов денег нет. Заслуженных вы не уважаете, потому что вы считаете, что они заслуженные. У меня вопрос, ребята, вы на какой электорат работаете? Вот кто ваши избиратели? Ведемо 19 человек. Да, да. Получается, что вы работаете на ту группу людей, которая составляет 19 человек. Потому что на них вы деньги всегда находите. Вы против голосования? Конечно, против. Но там все равно большинство там... Да, у меня есть это голосование, по-моему, я его готовил. Потому что я всегда... А, вот, значит, как получилось? Заголосовали 32 человека, депутата, 15 воздержались, ой, 15 против и 5 воздержались. Ну вот получается, что большинством принято. Так что, вот, кстати, я вам хочу сказать, что даже поддержали некоторые депутаты от партии, которые являются оппозиционной. Давайте превратимся на небольшую рекламу. Я просто хочу вздохнуть немного после такого шока и скоро вернемся. Скоро уже никто дышать не сможет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом европейский. Все лучшее в одном месте». Особое мнение. На 101FM. Вот пленарное заседание законодательного собрания прошло на прошлой неделе. Все лучшее в одном месте, как в рекламе, да? Ну, не знаю, как все лучшее. А там все худшее в одном месте. Прошло на прошлой неделе, а Дмитрий Михайлович Русских до сих пор меня удивляет, собственно, тем, что происходило. А ведь повестка там из вопросов сколько она составляла? 30, 20, 40? Почти 40 вопросов. Почти 40. Вот из них попробуй через сито, какие правильные законы прошли, а какие нет. Честно говоря, вот обсуждали. Если по-честному сказать, труд на самом деле депутата, который работает, очень большой, потому что надо всю папку вот эту и всю прочитать. Дмитрий Васильевич, видели тут замечательный сюжет наших коллег с Первого городского, как он на вашем пленарном заседании на последнем себя вел? Заснул что ли? Да. Ну, понимаете, ну, человек привык. Поэтому я почему вас и зову в эфир, чтобы вы разъясняли такие моменты. Ну, вот мы сейчас узнали, я считаю, что это отличная новость, 4,5 миллиона. А Владимир Васильевич какой? Ну, я довольна узнаю. Какой? Наш, Кировский. Любимый. Ну, понимаете, тут ситуация другая. Работает, устает человек. Устает. Хоть на пленарке, на ЗАГС-собрании поспать. Да, я... Депутаты-то не спят? Бывало, нет? Депутаты, ну... Там к сороковому вопросу. К сороковому нет, я думаю, что уже... Мне кажется, если докладчиком не выступаешь, то можно... Не спят, но частично куда-то некоторые пропадают. А так вот бюджет нашей, 4,5 миллиона на 19 человек. Поделили. У нас ушли. Вновь, Дмитрий Михайлович, таксисты будут уходить в тень, хочу вам сказать. Коллеги из издания «Бизнес-новости» сообщают со ссылкой на Департамент дорожного хозяйства, что с начала 2013 года от индивидуальной предпринимательской деятельности отказались более стакеровских таксистов. И почти та же ситуация происходит вообще с индивидуальным предпринимательством в регионе. Ликвидируют свои ИП-бизнесмены, я думаю, что вы слышали, цифры приводить не буду. Да, очень большой процент. И что удивляет, что так начался год предпринимателя в нашей области. Вот вы что по этому поводу гонить? Да. С таких интересных. Значит, в области у нас вообще много происшествий связано с предпринимательством. Да, вот буквально с 1 января у нас все что-то с предпринимателями происходит. И в хорошем, и в плохом смысле. Больше почему-то в плохом и ларьки убирает, и, значит, сегодня они сдают ИП свои. Ну, это как раз говорит о политической ситуации и экономическое развитие нашей страны. Сегодня мы четко должны понимать, что сегодня жить в экономике, где только газо, угли, водороды, фактически невозможно. Это путь в никуда. Развивать сегодня малый и средний бизнес и предпринимательство почему-то власть не хочет. Ну, судя по всем этим новым налогообложениям, проблемам с ларьками, там закрывают одно, другое, постоянные проверки. То мы должны четко понимать, что и так процент людей, я посмотрел, особенно молодых, которые хотят заниматься бизнесом, он очень резко сократился. Если в 90-е годы все хотели заниматься бизнесом, все хотели себя попробовать, то сегодня совершенно другая тенденция. Хотят быть депутатами, чиновниками, полицейскими, кем угодно. Юристами, бухгалтерами. Но никто не хочет заниматься предпринимательством. На самом деле, потому что государство не создает условия для его занятия. Хотя, на самом деле, я считаю, что очень многих сфер малый и средний бизнес мог выполнять свою работу гораздо лучше, чем государство. И мы это видим там и по, допустим, по каким-то магазинам, по какой-то там продаже, рекламе, значит, по сектору услуг. Мы говорим сегодня о хорошем бизнесе, не тот, который сидит на бюджетах и создается только для того, чтобы с бюджетов что-то забирать. Вот я здесь хотела заняться добросовестным бизнесом, расскажу я вам. У меня есть мечта открыть книжный магазин. Но не просто книжный магазин, где там детективы Дарьи Донцова, условно говоря, да, и там книги 100 рецептов. Нет, книги, я просто знаю, что в Кирове очень многие люди нуждаются в хорошей, качественной литературе. Есть там некие сложности с заказом, с доставкой, ну и так далее. Ну, чтобы было, условно говоря, место, куда ты приходишь, и книга, которая тебе нужна, она у тебя в кратчайшие сроки появляется. И вроде бы мне даже выгодные условия предложили там по аренде, по рекламе и так далее, но мне все равно стало страшно. Я боюсь. Это же сколько всего нужно делать и выдержать. Ну вот и мы сейчас говорим, проблема не только касается таксистов, их тут я разделил. Таксисты у нас работают вот по тем лицензиям, которые были выданы на работу. И вроде бы тоже во благо принимались все эти законы. Во благо, но система не заработала и не заработала в первую очередь в каком формате. Мы изначально говорили, что вопрос контроля очень важен. Самое главное всегда в любом законе. Значит, сегодня за этот год такого контроля, который хотели те таксисты, которые легализовались, которые хотели работать по-честному, они видят, что контроля нет, и тех таксистов, которые их называют бомбилы, меньше не стало, их, скажем, даже стало больше, то зачем они будут работать официально, когда точно так же таксисты работают неофициально. То государство тут снова не создало условия для того, чтобы таксисты легализовались. Точно так же по ИП. Сегодня массово идет сдача ИП. В основном это сфера услуг. Это парикмахеры, маникюрщицы, люди, которые фактически делают услуги и сами себя обеспечивают, и свои семьи. По-честному работают. Им в два раза почти подняли налог. Понятно, что сейчас пошли все массово. Они уходят с арендованных мест, они закрывают магазины, салоны закрывают и уходят в свои квартиры. А вот этот наш закон по патентам, он как-то повлиял на это? Он как способ или вариант. Но он тоже, мне кажется, сделан непродуманно, и он тоже впоследствии повлияет. То сегодня гораздо проще любой парикмахер и маникюрша принимать своих клиентов дома. Об этом никто не знает. Она зарабатывает свои небольшие деньги, потому что государство не заинтересовано в ее развитии и правильной базе налогообложения. Я считаю, что это очень опасный путь, и он ни к чему никогда не приведет. Потому что если сегодня у нас бизнесом занимаются 8-10% от всего количества людей, то в таких развитых странах, как Германия, Австрия, 50-60% людей, которые готовы заниматься сегодня предпринимательством в нормальной форме. Мы не говорим о каких-то глобальных компаниях и все прочее. Мы говорим о том, что сегодня, если человек может и хочет заниматься бизнесом, государство должно создать все условия. Ну, а тогда здесь, с другой стороны, мне кажется, что государство некие условия хотя бы старается создать. И тогда, где появляется стена взаимодействия бизнеса и государства? И нужен ли, например, тот же бизнес-омбудсмен, которого предлагается, да, такой некий третейский судья по взаимодействию? Оксан, вот можно по-разному относиться, и я отношусь к Жириновскому, да, но очень последнее его выступление, касающееся вообще налогов, очень мне понравилось. Он сказал, что у нас богатейшая страна, у нас как бы угли, газо, водороды сегодня на высоте. И он предложил, что вообще давайте бизнес малый и средний вообще оставим там на 3-5 лет вообще без налоговой базы для того, чтобы они развивались. Пускай они там строят, вкладывают, модернизируют, что хотят, да, мы выдержим. Но пройдет 3-5 лет, мы им говорим, ребят, все, тема закрылась, мы как бы вам дали возможность подняться на ноги, и давайте какую-то ведем нормальную шкалу налогообложения. Смысл реально очень хороший. А, ну, собственно, да, мы там убираем в одном месте, но добавляем там... Побавляем в другом. Добавляем цены, допустим, на продажу там тех же природных ресурсов, да, или вы это имеете в виду? Нет, мы имеем в виду, что сегодня... Мы меняем некую систему. Государство никак не помогает предпринимательству. Мы им говорим, как бы государство предлагает сегодня как бы снизить все налоги максимально для того, чтобы бизнес встал на ноги, чтобы провел модернизацию, купил оборудование, все хорошее, да. А через какой-то период времени, допустим, через три года, да, определяем какую-то правильную шкалу налогообложения, и все начинает работать. При всем при этом за эти три года у нас произойдет там реальное перевооружение вообще в малом и среднем бизнесе, там построят новое кафе, ресторанчики, там начнется услуги работать, да. А сегодня же все идет с точностью наоборот. То тут как раз нужен диалог о власти и бизнесе. К сожалению, почему-то в последние годы об этом много говорится, но на самом деле в жизни все происходит с точностью наоборот. Ну вот к тем бизнесам бутсмена, ну вот этот уполномоченный по правам предпринимателя. Ну, я вот смотрю, читаю, там, да. Во-первых, этот человек должен быть там реально авторитетом среди предпринимателей, ну в хорошем смысле, да. Его должны все знать, и он должен быть порядочный и честный, и быть не трусом. Потому что задача его в основном в первый период времени будет это доказывать и противостоять, не бояться власти о том, что она что-то делает правильно или что-то делает она неправильно. То тут, если нужен такой человек, да, ну пускай он для бизнеса будет. И я не думаю, что его надо там водить в ранг чиновников. Это глупая затея, да. Я думаю, что бизнес-общество само определится, как его мотивировать. Да, и кого они выберут, и как они будут с ним взаимодействовать, это уже их не вопрос. Главная задача, чтобы он на самом деле отстаивал интересы малого и среднего предпринимательства. Мы сегодня рассуждали как раз на эту тему здесь в редакции и говорили о том, как в идеале, вот как вы сейчас говорите, как хотелось бы быть, чтобы делал этот человек. А на деле мы смотрим, кто, условно говоря, скажем так, претендует на эту должность и зачем этим людям здесь в Кировской области это. По сути, это же неоплачиваемая должность. Ну, пока неоплачиваемая, у нас же, знаете, как бывает. А потом будет принято к аппаратам. А потом будет его добавить, нужен аппарат, там нужны какие-то дополнительные условия. Я вот кого смотрю и кого пишу, да, я на самом деле тоже не понимаю, зачем это им нужно. И будут ли они как бы изъявлять волю большинства предпринимательств в Кировской области и в городе Кирове. Потому что в процесс вообще дружбы и взаимоотношений большинство бизнесов в Кировской области и в городе Кирове не втянуто. У нас есть какая-то бизнес-небольшая элита, в основном там давно сложившиеся 20-30 человек. Вот они между собой все это как бы и переговаривают. Но у нас бизнеса гораздо больше. У нас тысячи людей, и которым тоже нужна помощь и поддержка. И они говорят умные, разумные вещи. Вы не хотели бы стать бизнесом? Нет, я, наверное, бы не хотел, потому что мне пока хватает вот этих всех папок еще на три года быть депутатом ЗАГС Собрания. С этими папками ждем Дмитрия Михайловича Русских снова у нас в эфире. Это было особое мнение Дмитрия Михайловича Русских. Спасибо, Оксана, за приглашение. Аудио-видео-версию этого эфира уже через час примерно можно видеть на нашем сайте www.hackerova.ru. Также хочу проанонсировать, что будет завтра в особом мнении. Там будет Николай Гориков в студии, в гостях у Юлии Афанасьевой. Но в четверг Светлана Занько пообщается также в час 08 с главным редактором газеты «Бизнес-новости» Олегом Прохоренко. Своё экспертное мнение на те события, которые происходят, выскажет Олег. Спасибо всем. Особое мнение на 101FM